добрый день в эфире кинопанорама с юрием рязановым и в гостях у нас станислав подивилов режиссер сценарист и художник мультфильма необыкновенное приключение серафимы здравствуйте станислав здравствуйте ненавижу наш дом этот мультфильм о православии но он сделан для именно для православной аудитории или для всех ну задачу мы естественно ставили в первую очередь для не православной аудитории то есть идея фильма была именно познакомить людей с темой святости со святыми в данном случае с батюшкой серафимом для того чтобы люди немножко задумались православным говорить о батюшке серафиме в каком-то смысле нет никакой надобности потому что он известен во всему миру без привлечения можно сказать а вот той части молодежи наверное в первую очередь которым это именно слуху да то есть но наверное все слышали в своей жизни про батюшку серафима но вот некие подробности его жизни его пути к богу его помощи людям в конкретной жизни вот хотелось поделиться с людьми вот именно этими размышлениями станислав является ли фильм покаянием за те годы лихолетия это размышление и тема пока я не безусловно здесь звучит ну попытка разобраться именно в смыслах то есть что тогда происходило то что происходило в это естественно было следствием грехопадения разгула страстей и все остальное то есть то в чем мы жили той в той форме жизни в которой мы пребывали это было прямое следствие духовной жизни это фильм конечно про любовь о том что бывает с людьми когда эта любовь угасает либо она совсем умирает то есть вот это размышление именно глубинные о проявлениях этой любви сколько лет девочки главной героини этого мультфильма но мы предполагали где-то в районе 10 11 лет то есть такой подростковый возраст и я понимаю что эта девочка в таком возрасте вот 9 10 лет проявляют чудеса героизма благодаря своей вере ну да то есть в данном случае здесь разговор идет конечно и воспитание и семейное воспитание то есть по всей видимости отцу серафиму удалось вложить в детстве вот излить ту любовь которую он смог передать своему ребенку и эта любовь она хранила девочку и в крайнем испытании жизненным до помогла ей сделать правильный выбор ну а батюшка серафим он просто как бы несколько раскрыл расширил понимание некий событий для того чтобы она смогла сама сделать свой выбор ведь батюшка серафим здесь не делать за нее какой-то выбор он ей какие-то вещи просто помогает понять само действие делает сама девочка сам господь он всегда помогает людям очень бережно ни в коем случае не нарушая свободу выбора самого человека то есть он только подталкивает и помогает понять где добро где зло но выбор все равно остается за человеком после выхода фильма были какие-то нарекания что слишком передавили мраучения получилось но как вот то что оценки я слышал что получилось достаточно мягко как бы не навязчиво относительно показать православие то есть я читал даже рецензии молодежи которые такие негативно настроены но даже они как бы приняли что девочка имеет право вот решая свои проблемы в экстренной ситуации ну стать верующей да то есть как бы отстаивать свою точку зрения в принципе эта позиция была была приняты ну конечно и негативные тоже были ну как бы прокат был вполне удачные тоже даже министр культуры патриарх когда они присутствовали на кинофестивале лучезарный ангел были сказаны слова что фильм прокатился на уровне американского кино удалось показать вот именно внутреннее содержание какими-то вот и вслед я вслед сказал мастерскими такими тонкими ходами поэтому всем советую посмотреть и наверное одна из задач фильма было как бы раскрыть личность святого серафима да безусловно чувствовали вы что он это незримо находится с вами помогает или наоборот где-то руку вашу отодвигает чего-то батюшка серафим постоянно проявлял к нам свою милость могу рассказать несколько это истории с этим связаны главный режиссер проекта сергей антонов первый пришел на проект у него он все началось с некоторой истории у него есть две дочери музыканты и они были приглашены в девеева для выступления вот но немножко говорится что сергей был крещеным человеком но так условно сказать не воцерковленным но будучи в девеева он подошел к раке батюшки серафима и помолился ему у него была мечта он много лет работает в кино замечательный как бы режиссер и художник он попросил бачку серафима ну хочу снять полнометражный фильм это было за несколько лет до вот этой истории батюшка явно услышал его молитву потому что именно ему было доверено как бы начало всего этого дела далее в проекте когда все началось первоначальный сценарий который предоставил фонд серафима саровского не смогли найти режиссерскую группу для воплощения этой идеи когда эта тема пришла на студию киноатис то есть вот началась работа была создана фокус-группа сергей антонов пригласил меня потому что мы как бы с ним давно знакомы началась работа но сценарий очень тяжело шо мы выписали общей сложности почти три года то есть идея было понятно было понятно что это нужно но как подступиться к этой форме как раз как эту благую мысль передать появилась как бы идея навеянная произведением тимофея веронина необыкновение путешествия серафимы вот и эта идея понравилась всем и началась работа уже на основе этой идеи фонд серафима саровского организовал на поездку саров когда мы писали сценарий с тимофеем то есть там был такой сюжет когда наша героиня серафима оказывается в разрушенном храме и она видит домик внутри храма то есть домик в домике и оказывается что это келья батюшки серафима через которые когда девочка туда заходит она оказывается в келье то есть как бы вот в его мире духовно но было величайшее удивление когда мы приехали саров когда мы зашли в храм и мы действительно увидели этот домик в домике потому что но кто не был в сарове когда было прославлением очки серафима разобрали корпус братский над кельей батюшки серафима и над этой кельей построили храм то есть это в реальности было мы 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 об этом не знали то есть не не автор сценарий не мы об этом даже нигде не было упоминания а так вот получилось что эта мысль она воплотилась в реальности паломников мало в сарове вот мы несколько дней были там мы смогли спокойно помолиться и группа там она как-то вот сплачивалась то есть мы становились едины как-то вот духовно мы там исповедовались причастились то есть как бы вот это было начало начало как бы вот реальной работы когда мы уже с этого вернулись такие вдохновленные началась более активная работа на сценарии костяк сценария сложился все стало понятно возникла проблема перевода литературного языка на киношный тимофей ироний все-таки он писатель да то есть он не он не сценарист он свою часть работы и сделал и дальше возникла некий уже конфликт как это все-таки перевести на киноязык но представьте да то есть уже три кинорежиссера на проекте с каждый своим видением то есть это в любом случае некое недопонимание потому что каждый по-своему видит каждый сам автор состоявшийся мы тогда искали актера для озвучения бачки серафим это тоже была большая проблема возникла идея с одним актером мы приехали в муром он жил рядом с храмом в муроме мы приехали в храм поговорили нас контактов никаких нет но его там знают он там постоянно как бывает дали нам телефон семьи мы поговорили с его супругой но оказалось что он уже совсем старый он он не может девеева рядом ну раз уж мы половину пути проделали мы решили все-таки поехать туда а по пути в машине мы ехали спорили то есть ну как дальше двигаться то есть мы никак не могли найти этого компромисса ну и что вы думаете приезжаем их девеева нас поселили священнической гостинице мы сходили на вечернюю службу пошли на канавку помолились вернулись в гостиницу и за полтора часа дописали сценарий все конфликты все противоречия которые у нас были они ушли вот и мы увидели как это решить я считаю это тоже как бы тут вопросов не возникает без помощи бачки серафима у нас зашкварник всех взял так привел в деве его типа давайте миритесь думаете вот и все то есть мы все успокоились и тогда мысль пришла спасибо огромное за этот фильм что вы прошли этот путь я думаю это полезно было ну и для вас конечно и даже безусловно кино для верующих человеке кино это тоже путь к богу то есть этот это тоже часть жизни и если правильно к этому относиться не как зарабатывание денег да как не побоюсь этого слова служения то и тогда это просто инструментарий инструментарий для для познания и промысла божьего для человека и вообще все это же но мне очень приятно что наша страна хорошо приняла такой я бы сказал все-таки противоречивый фильм в том плане что ведь мы еще раз показываем что священника берут за грудки до этого расстреливают в прямом смысле 10 просто убивают храм взрывают то есть в этом плане тоже исторические факты и они показаны как-то для детей лишний раз это понять откуда наши сегодняшние проблемы микро штат по настоящему фильм семейный потому что он будет интересен и взрослым и детям если у детей будет какие-то вопросы возникать по ходу фильма родители помогут конечно тоже будет хорошо ну и личность серафима здесь в полной мере представлена как одного из действующих героев этого фильма незримо спасибо вам огромное за ваш труд вам и вашей группе в гостях у нас был станислав подивилов один из режиссеров замечательного фильма необыкновенное повышение серафимы спасибо вам огромное спасибо